Здравствуйте, наши дорогие зрители и слушатели. Сегодня мы снимаем программу в день 23 февраля. И этот день для нас особый. Это не официальный день, казенный праздник, государственный праздник, защитника буржуазного отечества, отечества Путина, олигархов, капиталистов, чиновников. Это не какой-то там банальный мужской праздник, когда поздравляют всех подряд исключительно по гендерной половой принадлежности. Для нас это праздник революционный. Это годовщина создания рабочей крестьянской красной армии. И этот праздник в соответствии с названием той армии, которая была создана, окрашен для нас в красные революционные тона классовой борьбы. Когда мы видим кучу поздравлений, на стенках ли в социальных сетях, в личных сообщениях, в символике городов, окрашенные в цвета официального государственного флага буржуазной Российской Федерации, то иного чувства, кроме как чувства омерзения, брезгливости, годливости это вызвать не может. Ибо это цвета армий, которых била Красная Армия. Цвета белогвардейцев, денекенцев, колчаковцев, банк-юденича, шкуро, врангеля. Всех тех, кто бежал от красноармейцев и краснофлотцев 100 лет тому назад. Ну не 100 лет, 95 лет тому назад. Те цвета, которые сейчас находятся на государственном флаге РФ, это цвета власовских армий, предателей, пособников Гитлера, карателей, которых била рабочая крестьянская армия и в 43-м, и в 44-м, и в 45-м. И когда сейчас мы отмечаем годовщину создания РКК в государственной власовской символике, это выглядит как оскорбление памяти красноармейцев, отдавших свои жизни за то, чтобы этот трехцветный флаг был втоптан в грязь и поднялся над ним. Флаг красной армии. Флаг красный. Флаг русской революции. Красная армия формально родилась с Ленинского декрета 23 февраля 1918 года. Но история идет этой красной армии в глубь, в глубины веков. В крестьянские восстания, когда под красными хоругвями выходили на бой за землю, за волю, за лучшую долю, русские крестьяне в армиях Степана Разина и Кондратия Булавина, Емельяна Пугачева и их татарские и башкирские соратники, такие как Кензиар Сланов и Салават Юлаев. Так зарождалась рабоче-крестьянская красная армия. Зарождалась красная армия и в тех солдатах и офицерах, которые вышли на Сенатскую площадь, требовать свободы и конститут. И восставших против гнета самодержавия во главе с братьями Муравьевыми, апостолами и Бестужевым Рюмином солдатах Черниговского полка. Красная армия зарождалась в подпольных революционных обществах. И когда Софья Львовна-Перовская, оставшись одна после ареста всего исполкома партии «Народная воля», после ареста Александра Михайлова, Андрея Желябова и других, вывела оставшихся бомбистов на набережную Екатерининского канала в Санкт-Петербурге, расставила метальщиков и, не дрогнувшей рукой, подала им знак казни коронованного тирана. И приговор, вынесенный Сатрапу Александру II исполкомом партии «Народная воля» был приведен в исполнение. Так зарождалась рабоче-крестьянская красная армия. Огонь Красной армии горел в глазах солдат, восстававших против произвола офицеров и матросов-зброненосца Потемкин. В глазах лейтенанта Петра Шмидта, матроса Никиты Антоненко и их товарищей, казненных по приговору Царского военно-полевого суда палачами-карателями. Огонь Красной армии горел в первых рабочих демонстрациях, которых под огнем царской полиции вели в Батуми во время стачки большевики Коба Сталин и Сильвестр Тодрия. Красная армия зарождалась в лице московских дружинников в декабре 1905 года, отбивавшихся от царских карателей генерала Мина, палачей Семеновского полка на Красной Пресне. Первыми красноармейцами, я считаю, были и расстрелянный палачами большевик-рабочий Иван Бабушкин, и паровозный машинист СР Алексей Ухтомский, и прочие герои Первой русской революции. Красная армия зарождалась в казармах солдат Павловского полка, когда солдаты-павловцы первыми из всего Петроградского гарнизона повернули оружие вспять, убили своих офицеров и перешли на сторону восставших петроградских рабочих, обеспечив победу Февральской революции и свержение проклятого царизма. Так зарождалась Красная Армия, и Красная Армия, как организация с такой историей, не может кануть в прошлое. Это не современные российские вооруженные силы под белгвардейско-власовским флагом, нет. Это те революционеры, которые под красным знаменем выходят на борьбу против буржуазного режима, за новую социалистическую революцию. И в глазах этих людей, в наших глазах, горит огонь первых красноармейцев, героев Перекопа, героев Бреста, героев Великой Отечественной войны. Мы их прямые и законные наследники, а не нынешняя буржуазная власть, ведущая свою родословную от царских сатрапов и палачей, от жандармов и чиновников проклятого царизма, от белогвардейцев, от власовцев, от всего того, что мы говорим кратко и емко, характеризуя как буржуазную, помещичью, эксплуататорскую Россию. Красная армия проявляется и сейчас в боях в Новороссии, когда ополченцы Донецкой и Луганской народных республик бьют с оружием в руках украинские фашистские банды, отдавая за это свои молодые жизни. И в этой связи я хочу сказать о моем хорошем товарище, Евгении Павленко, отдавшем свою жизнь, а было ему всего-навсего 35 лет, 1979 года, в бою под Дебальцево. Я знал Женю, наверное, лет 15, может быть, чуть меньше, ну, порядка 15 лет. Он был национал-большевик, я не во всем, как и мои товарищи, сходился с ним во взглядах, но это был чистый, искренний, настоящий русский интеллигент, который взыскал истину, и когда нашел ее, так, как он ее понимал, готов был отдать за нее самое дорогое, свою жизнь. Я помню, как в камере административно задержанных в мае 2003 года, когда мы двое суток сидели после разгона бандой полковника Чернопятого, митинга на Марсовом поле, Женя читал немецкую классику, литературу, как он был, держался перед судом, когда я был вместе с товарищем Ивановым у него в качестве свидетеля, и мы тогда отбили, и суд не признал административного правонарушения в его действиях. Я помню, как мы с ним общались, пусть даже и кратко, на публичных мероприятиях. Какой это был чистый, открытый, и очень подлинный, настоящий человек. Не фальшивый, не позер, не лицемер, не играющий свою роль, а искренне верящий в правоту своего дела, за которое он отдал свою жизнь. Он погиб, как положено погибнуть настоящему солдату, настоящему мужику, настоящему красноармейцу. Вместе со Всеволодом Петровским выносил раненого товарища с ничейной полосы, чтобы не бросить тяжело раненого, не отдать его на справу украинским бандитам, украинским фашистам, наследникам бандеровцев и петлюровцев. И их всех троих накрыла мина. Одним снарядом. Все они погибли. Вечная им память. И я считаю, что этот светлый человек достоин того, чтобы посвятить ему не только этот выпуск, но и иные материалы, чтобы память о нем жила. У него остались две дочери, Дуня семи лет и Стеша пяти. И я думаю, что им есть, когда они подрастут, на кого гордиться. Их отец Женя Павленко был настоящим человеком, тем, на котором держится, держалась, и на таких людях будет держаться наша земля. Что же до дальнейших политических перспектив, то я уверен, что заветы русских революционеров, которые вели вооруженную борьбу с царизмом, заветы первых красноармейцев, заветы красноармейцев и краснофлотцев, героев Великой Отечественной войны, и тех, которых мы сейчас относим к коммунистическому сопротивлению буржуазным порядкам, рано или поздно восторжествуют. Мы знаем из истории, что красные всегда били трехцветных. И белых, и власовцев разобьют и их современных наследников. Пусть сейчас это нам кажется удивительным, нереальным, относящимся в далекое будущее. Но я уверен, если мы все будем работать так, как работали наши товарищи, наши предшественники, русские большевики, то это будущее станет и реальным, и гораздо более близким. И победа придет под красным флагом, под красным звездой, под которой отдал свою жизнь Женя Павленко, под которой бьемся за лучшую, справедливую, социалистическую Россию. Мы все коммунисты, патриоты, настоящие русские интеллигенты, таким, каким был Женя Павленко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова